Статистика говорит, что в России только одна из трёх зарегистрированных фирм добивается успеха. В жёстких условиях рынка выживают те, кто учится на чужих ошибках и следует чёткому расчёту, основанному на моделях и опыте предшественников. Но мы познакомим вас с теми, кто превратил хобби, а порой и мечту в дело своей жизни. Их бизнес не имеет аналогов, то, что они делают, не укладывается в схемы. Результат практически никогда не повторяется. Но, несмотря на это, они смогли добиться успеха. Их секрет — ручная работа. Человечество возвращается к дереву как к лучшему строительному материалу. На сегодняшний день 80% строений в США, Канаде и Финляндии строится из дерева, а в Японии этот показатель достиг 43%. Несмотря на то, что исторически Россия всегда была деревянной, мы в хвосте тенденции. Доля современных деревянных построек едва дотягивает до 25% от общего числа строений. Но, тем не менее, есть люди, которые идут в мировом тренде. Юлия Юрлова — соучредитель строительной компании «Избады Люкс». Из числа тех, кто модному кирпичу и дешёвому пеноблоку предпочитает ставшими почти экзотикой кедр, лиственницу и сосну. Получила два высших образования — инженерное и экономическое. Долгое время работала директором по маркетингу компании-поставщика оборудования для деревообработки. В 2009 году вместе с коллегой по работе основала собственную строительную компанию. Сегодня в активе Юлии 125 реализованных проектов и портфель из 25 заказов. Мне казалось, что человек, приветствующий торжество дерева в век металла и бетона, должен быть сам немного из другого времени. Ну, не в лоптях и в кокошнике, конечно, ходить, но всё же. Привет! Привет! Но и не в ступе летать, и избы у нас не на курьих ножках. Вот здесь будет дом? Да. Скажи, что определяет место? Там, не знаю, дорога, водоём, коммуникации? Да всё вместе. Выбор участка — это же выбор заказчика обычно, мы не участвуем в этом процессе. А он уж выбирает... А какой он будет? С чего начинается вообще дом, если так можно сказать? Во-первых, всё начинается всегда с проекта, с подготовительных работ по исследованию участка. Это инженерно-геологические, инженерно-геодезические исследования. Так как здесь, опять же, вода очень близко, мы должны будем посмотреть, какой тип фундамента нам будет подходить, и уже на этом фундаменте в дальнейшем возвести конструкцию. С чего ещё начинается? Ну, мы должны будем убрать участок. Здесь хорошо нам повезло, нет пней, деревьев. В принципе, площадка не такая уж и неровная, да, поэтому, конечно, будет планирование, вывоз земли, завоз земли и все работы, которые включены в первый цикл производства дома. Какая же отправная точка в создании дома? Хотелки заказчика или ваше предложение? Это симбиоз. Понятно, что заказчик – это человек, который в основном принимает решения, у него обычно есть какие-то мысли на тему того, каким будет будущий дом. Но и архитектор должен понять вот этот настрой заказчика и предложить ему тот продукт, ту картинку, которую тот хочет. Всегда творчество двух людей. Ну, собственно, поехали в офис, покажу. Как рождаются дома? Как рождаются дома? Сегодня в России строительством домов из клееного бруса занимается около 200 компаний, но из них лишь 4 имеют европейский сертификат соответствия, в том числе и с Бады Люкс. Сегодня география клиентов компании вышла за границы европейской части России. Юлия с коллегами строит дома в Белоруссии, на Сахалине, в Сочи и даже на Ямале. Предложить еще 15 лет тому назад построить нашему человеку деревянный дом можно было вызвать гомерический смех. Кирпич считался признаком достатка. В Подмосковье до сих пор много недостроенных коробок. Из красного кирпича, поскольку желание возникло, а силы свои не рассчитали. Вот ты занялась деревом. В принципе, тренд изменился. Ты рассчитываешь на нового клиента? Конечно. И они у нас есть. Дерево – это экологичный материал, это красивый материал. Это в том числе, наверное, некое родовое, что каждому человеку свойственно. Но я думаю, что основное – это то, что уже в дереве стали проектировать красивые вещи, современные, и это тоже привлекает заказчиков. Вот место, где мы создаем свои проекты. Креативная избушка. Ну, можно сказать, да. Ну, мы покажем все, сами увидите, оцените. Я с удовольствием. Прошу. Дерево встречает прямо у входа. Ну, конечно. А что это за змей? Ой, это симбиоз ручного труда и машинного. Голова вырезана вручную, тело змеи из клееного бруса, причем разных пород. Здесь есть сосна, кедр, лиственница и даже язык из можжевельника. Это наши умельцы делают, чтобы показать возможности материала из своих рук. Мудрость, символ мудрости встречает нас. Кирпич тоже можно положить и так, и эдак. Вот скажи, почему дерево считается, ну, скажем, больше творческим материалом? Дерево не просто творческий материал. Дерево – это самый душевный материал, самый теплый материал. Вообще его... Я не могу сравнить дерево с кирпичом, потому что это вещи для меня совершенно в разных плоскостях лежат. И имейте в виду, что деревянный дом, он не дешевле, чем кирпичный. Поэтому это человек, который выбирает деревянные конструкции для своих стен, он делает этот выбор осознанно в пользу дерева, потому что это экологично, это тепло, это очень эстетично, красиво, даже... Да даже прикоснуться прием. Производством алюминиевых окон... Простите, что отвлекаю. А сколько времени занимает разработка проекта? По-разному. У меня был заказчик, который согласовал 14 вариантов, и это длилось полтора года. Были заказчики, после общения с которыми мы быстро друг друга поняли, и проект, сама модель планировки фасада и внешнего ведома был сделан за 1-2 дня. Скажи, вот какова доля стоимости проекта в цене готового дома? Сложный вопрос, потому что очень сильно зависит от сложности проекта, от сложности дома, от сложности тех решений, которые заложены, и может достигать 10% от итоговой стоимости дома. В машиностроении, в автопроме, в частности, есть вечный конфликт дизайнера и технолога. Юль, в автопроме, например, есть мнение технолога и конструктора. Один выступает за красоту объекта, например, автомобиля, а второй за то, чтобы это было дешево в производстве, технологично, меньше оставалось обрезков и так далее. Вот как у вас? У нас, наверное, не такой конфликт первоначальный, а конфликт первоначальный – это конфликт архитектора и конструктора. Потому что архитектор выступает за красоту, а задача конструктора – воплотить это в жизнь, в деталях, элементах. И, конечно, конструктор в процессе проектирования вносит изменения в исходный проект. И вот эти изменения, конечно, это, да, имеют место. Смотри, очень много авторства, да? То есть я захотел построить там, не знаю, круглый дом, а потом вдруг понял, что что-то забыл или захотел внести какие-то изменения. Вот подобные ситуации встречаются у вас? Конечно, встречаются. Забыли нам сказать или забыли мы. Мы тоже не всегда спросить. Но из последних, наверное, интересных – это Большой дом в Белоруссии. Там были гнутоклеенные элементы кровли из лиственницы. И уже когда был собран полностью дом, начался монтаж стропильной системы, выяснилось, что есть определенные проблемы. Но здесь, наверное, Максим лучше расскажет, потому что он был тем человеком, который эту проблему решал непосредственно на месте и по горячим следам. Что за проблема там была, Максим? Да, был такой проект у нас интересный. Изначально в проекте было заложено воздушное отопление, но, видимо, на каком-то этапе не отразили это в архитектурном проекте. И я сделал, потому что было. А когда уже все смонтировали, когда кровля стоит, обрешетка, уже все пленки натянуты, утеплитель, заказчик звонит Максиму. Вот такая ситуация. Мне надо воздушное отопление поставить. Собственно говоря, куда мне его пихать? Пришлось сделать дополнительный каркас усиленный. Это как-то влияет на стоимость, если из серии вы что-то забыли или заказчик забыл? Ну, на стоимость, конечно, влияет любой материал, который он поставляется. Если это наша вина, конечно, это за нашу. Ну, в таком конкретном случае, понятно, что у вас сложно понять, чья была вина, поэтому мы договорились лояльно. То есть материалы он оплачивает, а работы мы уже взяли частично за свой счет сделали. Там, кстати, был очень интересный еще такой момент, когда мы привезли гнутоклееные балки, приходили люди, ну, начался монтаж, говорят, слушайте, все видели. А как бы этого дерева так согнули? И как бы его согнули? Говорит, вы нашли такое место, где оно вот такое растет в таком объеме? Да-да, Алтай. Для меня, ребята, это технология. Ну, что сейчас говорить, мы с вами даже проедемся, я вам покажу несколько этапов, разные дома, и вы сами оцените, что нужно, и как все это происходит. Мы с Крафтером готовы помогать. В обмен на формулу успеха. Отлично, мы сейчас всякого нашего полезного загрузим в ваш Крафтер, заодно посмотрим Крафтер. А вот вообще скажи, почему используется клееный клееный брус? Почему, например, не бревно? Да нет, но бревно тоже используется. Вопрос, наверное, изначально, зачем был придуман такой материал, и какие у него плюсы. Этот материал, он технологичный, он прошел камерную сушку, он имеет стабильную влажность, 8-12% перед попаданием пресса. В итоге у вас получается деталь, которая хорошо держит геометрию и не имеет таких минусов, свойственных массиву, как кусушка, большие трещины. И дает что? Скорость строительства. То есть вам не нужно ждать, пока ваш материал естественным образом подсушится. На это уходит иногда 3-5, иногда даже больше лет. А вы можете сразу начинать отделку, и все очень быстро. Вернемся немного в прошлое. Любой бизнес с чего-то начинается. Вот ты помнишь, с чего началось у тебя, когда ты поймала это вдохновение, что все, я мечтаю строить дома из бруса? Все началось с идеи. Я и мой партнер, мы работали в компании, занимались инжинирингом деревообрабатывающих производств. То есть я была директором по маркетингу, а он директором по продажам. У нас был первоначальный капитал, я даже признаюсь, знаешь, миллион рублей. Миллион рублей. Да, вот если бы мне сейчас кто-то пришел и сказал, что сделает это при наличии миллиона рублей, я бы сказала, что это невозможно. Ну, имея миллион рублей, и, наверное, то, что невозможно оценить деньгами, это желание. Да. Первое, что было просто неубиваемым, это желание. Ну и плюс у нас было что? Знание одно. Технологии производства. То есть мы встали на первую выставку, это был март 2009 года, и я могу точно сказать, что никто в этом зале не знал технологию производства клееного бруса лучше, чем я или Антон. Поэтому первую нашу продажу мы сделали спустя 20 дней после выставки нашей первой. Я помню еще первого поставщика бруса, к которому мы пришли и сказали, ты будешь нам продавать наш продукт? Знаешь, еще очень хорошая такая, наверное, злость появилась, профессиональная. Когда он сказал, знаете, сколько у вас таких каждый год появляется. Но брус для первого своего дома Юлия с партнером покупала именно у него. А дальше были дома большие и маленькие. Всего уже 125 реализованных проектов. Вот что необычного в твоей работе? К примеру, не знаешь ты точно, а вот норма сборщика – это 10 кубов бруса в сутки. Они должны собирать. Так, это какой вес? Мы посчитали, что в день сборщик перетаскивает почти 5 тонн материала. Поэтому с ним не страшно ни в разведку сходить, ни на дискотеку дачной. Ну, в деревенце. Подраться. Поэтому это одни из самых наших старейших сотрудников, с которыми мы уже очень-очень много лет и очень их ценим. А вот что касается команды. Кто эти люди? Как ты их подбираешь для себя? Ой, команда – это, наверное, основная наша ценность, потому что все от людей. Люди приходят сами. Я в этом тоже вижу какой-то, не знаю, может быть, знак свыше. Мы практически никогда не даем там объявления о приеме на работу. Люди сами присылают резюме, и мы смотрим, если кто-то интересный или делает звонок и говорит, почему он хочет работать у нас. Мы рассматриваем таких людей, и они приходят, некоторые остаются. Ну, а вот что от человека требуется? То есть каким талантом он должен обладать? Любить дерево, там, не знаю, любить работу? Ну, любить работу, да. Он должен быть рудоколик, маньяк, работать без выходных, и желательно еще без еды, без воды и всего. Но это мы шутим, конечно. Но это мы шутим, конечно, да. Нет, человек должен хотеть созидать, должен понимать, что от его работы, от его какой-то части работы зависит работа других людей. То есть здесь очень важно, да, чтобы было вот это понимание, взаимопонимание между всеми членами коллектива. И он должен хотеть работать именно с деревом, потому что дерево не терпит к себе плохого отношения. То есть ты его или любишь, ценишь, да, или тебе не нужно с ним работать, потому что оно и капризное бывает, оно и бывает очень доброе, и каждый дом, он имеет собственную энергетику, и очень хочется, чтобы это все было очень сбалансировано. Юль, расскажи вот об особенностях строительства, о строительной технологии дома изнутри. Я вижу много дерева. Да, этот дом уникальный, он сделан из комбинированного бруса, это сосна и кедр. Скажи, а зачем нужно такое совмещение? У тебя здесь смешанный лес получился. Заказчик хотел, чтобы внутри дома у него был кедровый запах. При этом кедр, с точки зрения эксплуатационных характеристик, слабее, чем сосна. Поэтому внешние стены, внешние ламели дома, они из сосны. Она более устойчива к погодным явлениям. Наверняка тебе известен Иван Ропет, такой основатель псевдорусского стиля, который в свое время удивлял всех причудливыми формами своих сооружений на всемирных выставках. А по сути, ведь это было все сделано из бревна. Наш привычный сруб. Скажи, зачем нужна эта новая технология? Эта новая технология дает возможность уйти от ограничения по длине материала. Заказчик хочет, чтобы у нас был пролет, где мы 8 метров. Сверху вы видите балку усиления. Это балка из клеенных конструкций, длиною 10. В итоге у нас с вами безопорное пространство с большим количеством света и большим количеством воздуха. Бревно, ну или мы берем бревно, а цилиндровку, имеет ограничение по длине. И если это больше 6 метров, то это уже сложно. Я хочу понять по цене, что дороже, что дешевле? Брус или бревно? Ну, ответ простой. Самый дорогой материал – это клееный брус. Потому что он требует большого количества операций для того, чтобы стать этим технологичным, красивым материалом. Есть еще массив профилированный брус. Он дешевле, чем клееный брус. Ну, понятно даже почему. А цилиндровка чуть-чуть дешевле, чем профилированный брус хорошего качества. Ну и сложно назвать цену на лафет, потому что это все-таки ручная работа, и она иногда зачастую дороже, даже чем клееный брус. Еще один плюс бруса – скорость возведения дома не в ущерб качеству. Традиционное бревно требует больших сроков и куда более кропотливой работы. Особенно лафет, где нужны виртуозы-рубщики. А плюс еще усадка традиционного сруба, которая может занимать 2-3 года. С брусом все проще. Если мы говорим про этот конкретный дом, это 8 месяцев работы. Мы зашли в чистое поле, фундаментная работа длилась почти 3 месяца, но здесь сложно. Здесь подпорная стенка, там у нас бассейн, мы его отливали, он монолитный. И очень много работ было связано, плюс большой фронт работы. Параллельно изготавливался домокомплект. И сборка заняла еще 2,5 месяца. Здесь 13 фур с брусом, почти 400 кубов материала. Есть проект на инженерку, он должен быть уже буквально готов, и тогда у нас будет инженерная работа, черновая и чистовая отделка. С учетом масштаба этого дома, где-то еще год точно мы будем делать эти работы. Поэтому думаю, что к следующему лету заказчик уже заедет. Да, и, кстати, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит уже в более готовом варианте, приглашаю, поехали смотреть готовый дом. С удовольствием. Почти готовый. С удовольствием. Поехали. У нас в хозяйстве в Избушном есть похожая машина, только не такая, конечно, современная и новая, а уже такая старенькая. Но мы ее очень ценим и любим, потому что она с нами уже очень много лет. И, слушай, она доехала у нас даже до Казахстана. Это тоже Volkswagen? Да, Volkswagen. Ты знаешь, сейчас действует предложение, если ты обмениваешь старый, уже видавший виды, Volkswagen на новый, то это достаточно выгодно. Надо будет посмотреть. Хорошо. Хорошо. Скажи, а вот дополнительные услуги, грубо говоря, отделка, интерьер, вы этим занимаетесь? Ну да, это вот то, что вы сейчас видите, как раз идет уже чистовая отделка, и это делается тоже нашими силами. Заказчик говорит, что хочу, или вы предлагаете, как там дерево любит? Ну, в таких уже домах, в таких больших домах, в основном работает дизайнер. То есть он, или, может быть, наши какие-то решения, у нас есть два человека, которые как раз дизайнеры, или приглашают своих кого-то, или известных, ну, как, например, в данном случае. Вот как вообще договариваются между собой заказчик, архитектор, конструктор, кто? Строитель, дизайнер. Ну, да, тут, конечно, это симбиоз. Ну, у всех одна общая цель. Цель построить красиво, чтобы заказчику нравилось, чтобы сам испытывал гордость. И это, да, очень такая командная работа. Юль, скажи, а вот гарантийное обслуживание как осуществляется? Гарантийное обслуживание обязательно осуществляется, и осуществляется оно в течение первых трех лет жизни в обязательном порядке, потому что мы смотрим, как работают конструкции, как идет процесс усадки. Даже если взять вот этот дом, одна из причин, по которой мы выиграли этот тендер, как раз заключалась в том, что сложено с точки зрения конструкции. Там сочетаются стены, которые имеют усадку, и балки, которые как раз эту усадку не имеют. И поэтому за такими сложными конструкторскими решениями надо следить, смотреть, как они работают. Ну, и, конечно же, обслуживание. Смотрим все остальные какие-то элементы, узлы, как они работают, как себя ведут после зимы обязательно. То есть, да, обслуживать нужно. Раньше трендсеттерами в деревянном строительстве были, ну, на мой взгляд, финны, канадцы. В Норвегии очень много деревянных домов. Ну, как-то вот русский стиль, если честно, я про него даже и не слышал. Мы все прекрасно знаем, что такое домик, где резной полисад, да? Как это выглядит? А вот сейчас, скажи, уже русское слово, оно вышло на мировой уровень в архитектуре деревянных домов? Я считаю, что 4-5 лет назад, да даже раньше, уже появились строения с проектированными нашими архитекторами, нашими известными архитекторами. И они не то, что не хуже, они лучше, я считаю, и буду считать, чем то, что делают финны, норвеги. При всем уважении к ним, как в том числе к людям, которые отчасти возродили здесь деревянное домостроение, как дома для постоянного проживания. Скажи, а почему ты не выбрала, например, строительство дачных домов и продажи их большим оптом, а вот предпочла работать с индивидуальными, эксклюзивными проектами, где все, ну, скажем так, недешево и небыстро? Небыстро и недешево. Почему? Потому что нет там созидания, нет архитектуры. То есть все-таки маленькие формы, маленькие дома – это что-то стандартное, а мы хотели создавать что-то, что вызывало бы у людей там эффект вау. И да, мы, может быть, не построим за свою жизнь тысячу, там, две тысячи домов, мы построим там 200, но зато я знаю каждый этот дом, знаю каждую деталь. В этом доме 2674 детали. Несмотря на то, что детали, в общем-то, как из конструктора, каждый дом уникален и неповторим. И, безусловно, это ручная работа. Ну что же, подведем итог. На мой взгляд, секрет успеха бизнеса Юлии прежде всего заключается в наличии очень сильной мотивации на этапе старта, ведь без нее никуда. Прекрасное знание технологического процесса производства клееного бруса – это тоже немаловажный аспект, поскольку, когда ты знаешь, как производится твой продукт, ты можешь делать с ним практически все, что угодно. Еще один немаловажный момент. Одно дело знать технологию, и совершенно другое – что ты с помощью этой технологии, с помощью готовой продукции, а именно бруса, можешь делать. Это большие и не только большие дома. И, конечно, постгарантийное обслуживание и вообще клиентский сервис, поскольку, когда человек, желающий построить дом, выбирает компанию, которая будет это реализовывать, он должен быть готов к тому, что с этими людьми ему придется провести как минимум полтора-два года, а еще после этого гарантийное обслуживание в течение трех лет. Подумайте и вы, какое свое личное качество или мечту вы могли бы превратить в успешный бизнес. Ну а мы отправляемся дальше исследовать очередную формулу успеха. Когда программа готовилась к эфиру, мы узнали, что Юлия с коллегами выиграла Всероссийский конкурс самых красивых сооружений из дерева. Проект «Лотос» признан не только лучшим в нашей стране, но и получил высокие оценки иностранных экспертов как объект, воплотивший уникальные эстетические и конструкторские решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова